Активные дети смогут полазить на современных игровых комплексах, пока родители отдыхают. Парк Ленина, который все уфимцы называют парком Матросова, уже несколько лет собираются реконструировать. Два года назад мы побывали на проектном семинаре, где горожане сами вносили изменения в первоначальную концепцию. То есть вот эта эстетика 70-х, 80-х, она будет основой нашего высказывания. Как только появилось одно кафе, рядом появляется второе, третий, потом появляется ресторан. Через 50 лет вот эта вот архитектура, она будет являться для нас такой же ценной, как сейчас для нас, допустим, что революционные все дома. Но в этот раз встреча прошла без обычных горожан. За круглым столом собрались только члены общественной палаты Башкирии и те, кто разрабатывал проект. В обновленной концепции след прошлого собрания виден. От арки у главного входа было решено избавиться. Кафе в парке не появится, а фонтаны не будут переделывать. Вообще автор концепции этого парка, проекта, концепции, это специалист из Москвы. Человек не очень знакомый с нашим менталитетом, с нашими потребностями. Изначально концепция была подвергнута критике. Все, что возможно и все, что в рамках нормативов действующего законодательства мы постарались учесть. Это детские площадки, это спортивные площадки, воркаут, это навигация современная. Капитальный объект кафе, который у нас вызывал большие резонансные обсуждения, он тоже у нас к строительству не предполагается. Мы организуем только площадку для развития личных мероприятий. Иначе на парк смотрят историки. С их точки зрения можно поступиться детскими площадками в угоду деревьям и духу истории. Я бы увидел, как мемориальная составляющая остается, туалет мы делаем, амфитеатр остается для студентов. А в целом вообще это должен быть дендропарк. То есть сделать больше, вот убрать детскую площадку изначально, сделать хорошую работу с деревьями. Проект хороший. Нам надо просто его причесать и направить в нужное русло. Старые деревья по проекту будут вырубаться, но только тогда, когда вырастут новые. Реконструкция парка была проведена более 40 лет назад, в 79-80 годах. Тогда же были практически полностью срублены старые деревья, которые на тот момент росли, и высажены новые. То есть на сегодняшний день мы видим практически 40-летнюю поросль. Мы предлагаем досадить в места, где на сегодняшний день являются открытые поляны, новые крупномеры. И к моменту, когда придет время смены уже следующих поколений деревьев, новые, они как раз разрастутся и сформируют крону и тень, которая нам всем так там нужна. Проект будут снова дополнять. По требованию правительства республики компания-проектировщик должна будет еще пять раз показать его уфимцам. Стоимость работ уже известна, но она может поменяться. Проект находится у нас в экспертизе. Ориентировочная стоимость реализации на декабрь 2021 года составляла около 600 миллионов рублей. У нас запланировано по поручению правительства 10 подобных мероприятий. Пять уже у нас прошло, пять еще ожидается. Они где-то до середины июня будут проходить каждую неделю. Мы не собираем, как на первом обсуждении, все слои населения, чтобы у нас не получилось резонансных каких-то моментов, чтобы у нас люди между собой не спорили, что нам это надо, это не надо. Когда проект покажут еще раз, за круглым столом не сказали. Но в разговоре с нами главный архитектор компании-проектировщика отметила. После реконструкции люди продолжат использовать парк так же, как и сегодня. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, Телеканал ЮТВ Анастасия Никишина, Телеканал ЮТВ